Музыка Музыка Пока за окном трещат крещенские морозы, самое время сходить в музей. Тем более, что в художественном сейчас представлены шедевры в новом окружении. В связи с ремонтом нашего здания экспозиция второго этажа временно свернута, и мы решили на новогодние праздники открыть выставку, которую назвали «Встреча с шедеврами». Мы практически перенесли сюда со второго этажа произведения 18-го, начала 19-го века, русских художников, и сделали очень такую яркую, интересную новую экспозицию, потому что здесь совершенно по-другому смотрятся произведения искусства. Те портреты, которые находятся в залах второго этажа, на фоне высоких потолков, выглядят очень торжественно. А здесь, в камерных уютных залах первого этажа с хорошей подсветкой, эти портреты заиграли совершенно какими-то новыми красками, по-новому раскрываем образ того или иного великого человека. А представлены здесь действительно портреты крупнейших деятелей 18-го века, потому что именно с приходом Петра I, с его политикой, экономикой, идеологией, начинается рассвет русского портретного искусства. Приезжают художники-иностранцы из Италии, Германии, Франции, Голландии, которым Петр и последующие русские императоры поручают руководство живописной художественной школой русской, обучают русских мастеров. И в конце 18-го века уже известные русские художники Рокотов, Левицкий, Боровиковский прославили отечественное искусство в таком мировом масштабе. В нашей экспозиции не так много произведений этого периода, но все они очень достойны и яркие. Это и портреты императоров Петра I, Екатерины II, Павла I, многих других известных деятелей эпохи, дворян, аристократов. Но это и портреты неизвестных художников, изображающих неизвестных нам людей, как правило, тоже дворян. Например, очень любим в нашей экспозиции ряд портретов неизвестных художников, скорее всего, крепостных мастеров, которые писали по заказу своих хозяев портреты как исторических деятелей, так и своих господ. В частности, начинается экспозиция с портрета Александра Невского. Эта работа подписана, то есть мы знаем имя художника, который создал эту работу. Скорее всего, это крепостной художник Федор Лысов. Работа датирована концом XVIII века, 1771 год. Ну и, конечно, удивительный совершенно портрет, потому что русский князь, который жил в XIII веке, его никто никогда не видел. Этот портрет сочиненный, скорее всего, основой для него послужила западноевропейская гравюра, и, конечно, хозяин, который заказал этот портрет, хотел, очевидно, просто иметь в своем дворце портреты великих исторических деятелей. Ну и когда мы не так давно отмечали юбилей Александра Невского, этот портрет у нас был центром экспозиции. Рядом два замечательных совершенно портрета, также неизвестного художника – это женский и мужской портрет дворян рязанских, которые поступили к нам после революции, после национализации помещичьих имений. Вот удивительно проникновенные образы, выполненные не совсем умелой рукой художника, скорее всего, самоучки, но они удивительно такие теплые, трепетные, их очень интересно разглядывать и думать о судьбе этих людей. Ну и, конечно, произведения, которые представлены в этой части выставки, их можно будет вскоре после окончания ремонта увидеть, опять же, в залах второго этажа, это всегда работы наиболее любимые, наиболее ценные, те произведения, которые мы называем шедеврами. Это работы Владимира Лукича Боровиковского, в нашей коллекции два портрета его кисти, это работы Ивана Константиновича Ивазовского, мы перенесли сюда довольно большой морской пейзаж Пётр I прекрасной горки именно на фоне этого портрета, хотя он немножко не вписывается в экспозицию зала, это уже середина XIX века, но тем менее на его фоне проходили все наши памятные мероприятия, новогодние концерты и различные поздравления. Ну а далее по экспозиции мы заканчиваем именно концом, середины XIX века. Это произведения, которые хорошо знакомы нашим постоянным зрителям, это Венецианов «Крестьянка с бабочками», это портреты Василия Андреевича Тропинина, это работы нашей рязанской художницы Надежды Дубовицкой. Ну и те произведения, которые очень вписываются в круг эпохи классицизма, в круг этих художников, потому что действительно само здание нашего музея – это дворец конца XVIII-начала XIX века, величественный особняк эпохи классицизма, в котором очень органично существуют и наши шедевры. А еще сейчас самое время гадать, каким образом и зачем – расскажем далее. Первый новолуний год, который вот вчера как раз у нас было, 11 числа, оно чем интересно? Тем, что оно было в знаке Козерога, тем, что это было новолуние с очень интересными природными явлениями. Вчера была такая почти буря-буря зимняя, гром хремел. Было вообще вот прям ничего не видно называется. И такие зимние бури, они вообще считаются, что это для людей, это такое немало испытаний для животных, для людей. И вот, скорее всего, что вчера все даже почувствовали на себе вот такое немножко угнетенное состояние какое-то, вот всем так вот, скажем, было не очень хорошо. Но с другой стороны, что полезно делать в такие моменты? Избавляться от всего ненужного, выкидывать, вот прям находить, что надо выкинуть, вот, и убирать это. Второе – писать планы на жизнь, прям подробнейшие можно на следующие полгода прям вот себе жизнь расписать от и до. И, скорее всего, что это может очень даже хорошо сбыться. И еще очень интересно заниматься собственным здоровьем. То есть баня, ванны с травами, с морской солью – это все как раз послужит оздоровлению. И очень хорошо будет, скажем так, поддерживать в такие вот холодные дни наше замечательное здоровье. То, что касается, как бы, вот нынешнего момента времени, сейчас очень интересно проводить различного рода гадания. И если, так скажем, обратиться к истории гаданий, то был очень интересный момент, когда вот гадали как раз на кожуре. Но раньше это делали на кожуре картофеля. Чем более тонкая кожура срезалась с картошки, чем больше, скажем так, завитков у нее было, тем богаче должен был быть жених. Если кожура с картошки счищалась, скажем так, толстыми такими вот кусочками, короткими, жених был ленивый и некрасивый. А сейчас желательно чистить, конечно, яблоко. Но его тоже, как бы, не каждый яблок можно очистить так, чтобы у тебя кожура там лила. И как бы, как вот она вот упала, вот какая буква с того будет имя начинаться у данного товарища. Но это такое более шутливое гадание. Гораздо более интересно, если взять пару килограммов пшена и в него закопать. Можно детские игрушки, можно брелки, можно все что угодно, любую символику. Вот. И это касается опять ключей, ну то есть дом, личная жизнь, карьера, здоровье. Это все туда закапывается. Причем, как правило, это делается в компании. И вот называется прям руку сунул, вынул, и что ты достал. Вот такой у тебя будет год. Это, с одной стороны, шутка, а с другой стороны, очень интересный момент, потому что очень часто подобные вещи как раз сбываются. А, так скажем, для личного гадания на листочках надо написать, опять же, дом, здоровье, карьера, работа. И вообще, как бы, все, что для тебя интересует. Листочки раскладываем так полукругом, становимся спиной, снимаем домашний тапочек, кидаем через голову. На что тапочек показывает? Вот называется основная сфера, которая будет привлекать внимание в данном году. И тут очень важно, если он лег носком, значит, это вот прям в ближайшее время. Если он лег пяткой, то, значит, это через какой-то срок. Но, тем не менее, вот как раз вот эти вот вещи, насколько бы они шутливы не были, они очень часто оказываются достоверными. Потому что вот все подобного рода гадания, когда там вот заворот валенок бросали, вот куда валенок носком упал, вот с той стороны придут сваты. Вот называется, подтверждено временем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова